итак здравствуйте гости друзья и коллеги вы на канале автоэболид меня зовут николай сегодня у нас будет необычное видео она будет не совсем про автомобили или вернее совсем не про автомобили мы сегодня поговорим о вине с точки зрения любительского уровня очень очень сильно любительского уровня даже так скажем домашне любительского уровня у нас за окном растет виноград два сорта и мы делаем купаж мы делаем смешивание эти два сорта мы собрали я что сегодня хочу рассказать как я его делаю как я его делал и как я сделаю его на этот раз есть несколько мыслей несколько рецептов несколько идей которые я хочу попробовать вот такое вот видео сегодня у нас будет кому не интересно отключаемся кому интересно давайте посмотрим итак два сорта винограда я их собрал в прошлый раз я не счищал с кистей в этот раз я счистил с кистей кисти выкинул до было трудоемко но тем не менее я почему-то захотел сегодня в этот раз в этот год сделать так кистей здесь нет три дня советовали держать его в подъемном состоянии в шапке сегодня у нас пятый день немножечко по времени мы не уложились у нас нет времени работа и так далее вот сегодня мы будем его отжимать отжимать заливать вот через вот это отжимать заливать его сразу в емкости будем делать без воды и сахара на данном этапе а сахар и воду будем добавлять впоследствии то есть мы сначала его отожмем закинем поставим перчатку и поставим мое новшество я думаю что это новшество поставим водный затвор мы соединим и перчатку с водным затвором вот и как она отыграет в своем соку потом мы будем добавлять воду и сахар еще возможно мы добавим горький шоколад или какую-то специю возможно гвоздику возможно еще что то то есть как поведет нас в наше вдохновение мгновение мгновение Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Довольно красный мусор Думаю вообще будет чистая вода Нет, поднялось Обе стоят, вот сегодня будет Первая ночь, посмотрим что будет Если будет слишком сильно надуваться Я вам покажу как я Хотя я сейчас расскажу вам даже Я просто некоторые показывают Они делают дырочку здесь иголкой и все А я срезаю верхушечку Сюда вставляю шланг И шланг вставляю в банку с водой Для чего я это делаю? Получается Мы видим Что Видимость того что играет Еще вино Показывает Перчатка А То что Допустим она перестала играть уже Да И вода Не идет Воздух не идет В банку Не идет Воздуха нет в банку И кажется как будто бы все Перестало играть И люди снимают Затвора с водяного Но на самом деле Перчатка показывает Что она еще надута Она еще играет Поэтому я всегда делаю два Совмещаю Одно с другим Вот это место я Его я немножко укрыл Тепленьким таким Не знаю Может быть и это чем-то укрою Так Посмотрим Говорят надо в темноте И Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот и все Примерно вот так Сейчас попробуем На ваших глазах Вот так вот обрежем Сейчас воздух пойдет Оттуда Но сначала мы туда воткнем Входите Как айболит Четко делаем катетер Пропускаем туда Пропускаем туда Шланг Вот так Довольно глубоко Он должен теперь Этот шланг Работать на воздух Вот он где видите Глубоко Так Почему он не бурлит Вот он и забурлил Сейчас он лишнее Выбурлит Но перчатка будет стоять Надутая И она нам покажет Что Процесс брожения Еще пока идет Так Значит мы сейчас здесь Просто Закроем его скотчем Ну вот и все Вход у нас Заблокирован скотчем Далее он По вот шлангу Этому Идет В бутылку И просто Напросто Остатки Или лишние Выходят в бутылку Он и не лопнет И сам объем То что он надутый Огромный Стоит Показывает Что Процесс брожения Идет Все хорошо Сейчас возможно Мы сделаем И второй Такой же Точно И запустим И запустим Его так же В эту же бутылку Там место Есть Как раз Для Второго шланга Посмотрим Войдет второй шланг Ооо Видите Видите Вот он Вот он Работает Идет Все красиво Ну вот И второй Там же Вот он Второй Точно Такой же Надрез Более тонкий Шланг Тоже Заходим Бутылку Все Они оба Тут Оба затвора Готовы Затворены Визуально Видно Что Брожение Идет Эту Мы Сняли С водного Затвора Эту банку Которая Была У нас С мезгой Почему Сняли Она работает Без затвора Вот так Она надулась И будет стоять Так еще дома Наверное Я так думаю То есть Водный затвор Здесь ей не нужен Ничего страшного По поводу Емкости Я вчера Пересмотрел Весь интернет Еще раз Посмотрел Что говорят В интернете Про вино Про домашнее Как его делать Кто показывает К чем Кто в трехлитровых банках В пятилитровых В шестилитровых В пластмассовых Таких С крышкой Круглой Дырочки ставят Разные Там какие-то Продают Говорят о том Что есть Крышки на Трехлитровые банки Специальные С водным затвором Они продаются Сразу Но здесь у нас В любом пивном ларьке Можете зайти И попросить Из-под лимонада Емкости Они прозрачные Все видно Интересно И так далее Вот что я хотел сказать Еще хотел сказать Когда вы покупаете Перчатку Обязательно ее Вывернете Потому что там Внутри может быть Тальк Ее нужно вывернуть И тогда ее использовать Это два И в третьих Это третий день Наверное у нас Четвертый день Отыграло У нас вино Без воды Без сахара Отыграло Мы сейчас Дальем сюда Три литра воды Сейчас еще Дальем сюда воды И здесь Килограмм сахара Почему именно Такая доза Ну просто Такое у меня Сегодня вдохновение Хочу Залить Три раза По три литра воды С килограммом Сахара в каждом Ну попеременно Как перестанет Играть первая доза Потом вторая доза Потом третья доза Я так планирую Как получится Не знаю Почему сразу не налил воды И сахара Потому что хотел Чтобы она отыграла Естественно В начале В самом Сама по себе Отыграла А теперь налью Вот и Вроде все Отчитался По полной программе Вот теперь вода Вода и сахар Посмотрим Что будет Не знаю Это первый раз Такой рецепт У меня еще раз скажу Я пересмотрел интернет Что там говорится Как там говорится Там говорится Вода надо Воду надо наливать В самом начале С сахаром Ну я и раньше так делал Ну а в этот раз Немножко сделаю По другому Посмотрим Будет она играть Вообще или нет Вот работает Все Надулась так Что Мама дорогая Вот та работает И вот какая-то Мамочка моя Добавили мы Еще одну Трехлитровую банку Но она была Не полной Там было Может быть Литра два Два с половиной И вот она Еще заиграла Заиграла еще Но уже Не с такой силой Как в первый раз Наверное Это будет Последний Ну посмотрим Вот наливаем В третий раз Чисто взяли Уже в этот раз Без воды Взяли чисто Сока Вина В смысле вот этого Разбавили Еще один килограмм Уже третий килограмм Сахара Но уже без воды Чуть-чуть нагрели И зальем Посмотрим Играет два-три дня Не больше Первый раз Напомню Было Три литра воды Килограмм сахара Второй раз Три литра воды Килограмм сахара Вот третий раз Уже без воды Чисто Чисто вино Чисто вино Это Это отличие От этой Чистая вода Пятнадцать литров Ничего нет Играет до сих пор Даже не подливала Три килограмма сахара Играет А вот это Перестает играть Два-три дня Больше не играет Но я думаю Что первый раз С водой Второй раз С водой Из-за этого Посмотрим Вот в третий раз Будет ли она Играть В третий раз В принципе Все Как говорил Матроскин Ура Заработала Отыграла В третий раз Наливаем Четвертый килограмм Сахара Если я правильно помню Ну в общем Сейчас точно Еще один килограмм Взяли вина Оттуда Из Боди Размешали Чуть-чуть Поднагрели Ну как всегда И заливаем Еще один килограмм Если она будет играть Пусть играет Мы раздобавим Еще и пятый Если она не будет играть Ну тогда все Оставляем Процеживаем И в принципе Она готова Все Разливаем по банкам Ставим пластмассовые крышки Опускаем в холодильник Да и Опускаем в подвал В данном случае Да и все А что касается Вот этой мезги Мезга тоже Отыграла Здесь напомню 15 литров воды Просто чистой воды И мезга Сейчас мы ее Просто выльем В таз Отожмем Еще раз Поставим Опять Дальем сюда И попробуем Еще добавить килограмм Отыграет? Заиграет? Хорошо пусть играет Не будет играть? Попробуем на вкус Доведем до сладости И тоже закончили с этим Так что Давайте пока Не будем прощаться Посмотрим Как они Будут себя вести Если что Сделаем Заключительное видео В общем Мы Вытащили все Отсюда Ну Довольно Так было Не очень легко Но и не очень сложно Горно Конечно Маленькое Но ничего Вытащили Кто-то Может сказать Спросить Зачем я все Это делаю Ну во-первых Мне интересно Есть такой Киножурнал Знаете Хочу все знать Вот я В нем Участвую По жизни Во-вторых Кто-то будет смотреть На автомобильном канале Скажет Куда ж ты засунул Видео В Вено Про Автомобили Ну Отвечу Сразу Есть Разносторонние Интересующиеся Люди Так Вам тоже Ответил Далее Еще одна мысль Мне пришла в голову Пока я Это все Тут Номинал Говорят Некачественное Вино Может быть Заводы Так и делают Напомню Что это Чистая вода Чистая вода Чистая вода Которая С тремя Килограммами Сахара Играла Как положено Довольно Долго Играла И сейчас Я сюда Еще килограмм Запущу Я уже говорил Посмотрю Если будет играть Значит хорошо Нет Пускай Остаивается И доведу Ее До сладости И все Вот примерно Так я Это делаю Всыпаю Вот сюда Здесь Делаю Вот такую Вот штучку Она Процеживается Потом Вот это Выбрасываю В мусор В принципе Ничего Хитрого Здесь нет Так что Посмотрим Как она Заиграет Или нет Тоже Эксперимент Тоже Интерес Как той Песня Поется И вновь Продолжается Бой И сердце Тревожно В груди И Ленин Такой Молодой Юный Октябрь Впереди Опять Она играет И тут И там Вот Для чего Нужны Прозрачные Прозрачные Емкости Это же Видно Как она Играет Интересно Посмотреть Блин Классно Сажусь И смотрю Прям Могу Сидеть Я не знаю Сколько Играет И та И эта Сколько Она еще Будет Играть Я уже Снял Утеплители С них Уже Свету Дал Чтоб Свет Был На них Попадал Все равно Играет Говорят Что Эти Бактерии Которые Прозуп Продукты Их жизнедеятельности Это Спирт То есть Они едят Сахар Опукают Какают И писают Спиртом Когда же Они наедятся Уже Работают И работают Буду Кормить их До потери Пульса Пока Они Не сдохнут Наевшись Может Крепче Будет Вино Ну вот Налил Пятый Килограмм Напомню Вода Пока Стоит Еще Бродит Странно Вообще Ничего Нет Вода Обыкновенная Она Сильнее Бродит Чем Сок Ну Пятый Раз Положил Пятый Килограмм Буду Класть Столько Сколько Она Будет Играть Не Будет Играть Не Буду Больше Класть Будет Играть Буду Класть Скажу К тому Что У меня Было Такое Что После Второго Рана Она Больше Не Играла Это Играет После Четвертого Буду Класть Пусть Жрут Пока Им Влезет В заключении Что Хотелось Сказать Подвести Итог Всему Что Я Тут Наснимал Целую Кучу Не Знаю Какое Видео Получится По Времени Но Надеюсь Что Оно Будет Интересным Для Кого Для Определенной Категории Людей По Поводу Вина Пятый Килограмм Я Посчитал Пятый Килограмм Был Добавлен В сок Отыграл Но Уже Он Играл Слабо Уже Еле Надувалась Она Я Так Думаю Что Сколько Ты Сюда Сахар Не Кидал Они Будут Жрать И Жрать Поэтому Пять Килограммов Как Ты Уже Дороговато И Я Думаю Хватит Я думаю Все Хватит Все Вот Это Уже Пятый Килограмм Сюда У меня Такого Никогда Не было Чтобы Я Пять Килограмм Запихнул А не Пять Килограмм Съели Пять Килограмм Играло Еще раз Скажу Но В концовке Она Играла Еле Еле Поэтому Хватит Что Дальше Будем Делать Она Отстоится Я сам Говорил Фильтровать Буду Я Никогда Не Фильтрую Она Нижнюю Часть Может Быть Кому То Дам Сделают Чачу Перегонят На Самогон А Может Просто Вылью Да И Все По Поводу Воды Я Сюда Еще Раз Добавил Килограмм Сахара Не Помню Уже Сколько Я Добавил Два Или Три Килограмма Она Еще Раз Заиграла Но Видите Играет Как Уже Играет Так Вяло Поэтому С Нем Тоже Наверное Все Закончили Просто Сниму Его Оно Отстоится Перестанет Хотя бы Это Перестанет Играть И Уже Отстоится Я Потом Перегоню В Банки И Самое Главное На Банках Я Напишу Скотч Бумажечку Напишу Что Это Была Чистая Прям Напишу Вода А тут Напишу Вино Двадцатый Год И Буду Пробовать Посмотрю Как Оно Будет Отличаться Готовым Оно Будет Я Думаю Через Полгода А Лучше Всего Через Год Будет По вкусу Нормальным Оно Примет Свои Свойства И Вообще Молодое Вино Не пейте Оно Меня Убивает Я Выпью С така Молодого Вина Мне Голова Ноги Куда Попало Оно Дурное А вот Так Оно Отстоится Будет Высшее Да Что Хочу Сказать Моим Землякам Дед Рамиль То есть Посмотрите Видео И сделайте У вас Там Виноградо Море Сделайте Точно Так Тут Все Просто Большое Спасибо Что Смотрели Надеюсь Будет Интересно Но Я Хотел Сделать Так Чтобы Кто Получил Удовлетворение От Этого Вы Были На Канале Автайболит Нестандартное Видео Пусть У Всех Все Будет Хорошо Всего Доброго Вам Пока